Всем курортно-оздоровительный привет! 27 сентября планету нашу окутывает Всемирный День Туризма. И как по мне, это отличный повод напомнить вам о том, что в эту субботу стоит совершить какое-нибудь небольшое путешествие. Скажем, до Крокус Экспо, где в 11 утра прогремит сходка с ТопГеймру. В этот раз мы не просто напоминаем, но еще и билетики на Игромир с Комиконом разыгрываем за репост. Ссылка будет ждать вас в описании, а инфакт ждать не станет, он уже здесь. И прямо с порога ведет обстрел тяжелой артиллерией. Открытый бета-тест Star Wars Battlefront 2 продлится с 6 по 9 октября. Сегодня же Electronic Arts, во-первых, предоставила системные требования для пользователей ПК. С ними вы можете спокойно и вдумчиво ознакомиться, перейдя по ссылке из описания. А во-вторых, наглядно продемонстрировала и описала устами Джона Байеги все разнообразие контента сессионного шутера. Цветастые графики дают понять, что того самого контента во второй Battlefront будет гораздо больше, чем было в первой. Причем затронет он все три эпохи Звездных Войн. Если конкретно, то нас ожидают 18 локаций, что в три раза больше, чем у предшественницы, 14 героев, сюжетная, разумеется, кампания и 5 режимов игры. Последняя цифра несколько выбивается из арифметической закономерности, ибо на старте продаж первая Battlefront имела аж 9 режимов. Правда, большая их часть была не особо играбельна. Будем надеяться, в этот раз такого не случится. Blast — динамичные бои в закрытых пространствах. Strike — более открытый тип сражений. Heroes vs Villains — сражения героев. Starfighter Assault — докфайты в небе и в космосе. Galactic Assault — самая масштабная, полноценная баттлфилдовая заруба со всем-всем-всем. Отдельным пунктом выделен режим аркады с поддержкой сплитскрина. Пока Disney в содружестве с EA продвигает свою дойную франшизу дорогущими шутерами, Universal делает куда менее впечатляющую заявку в поддержку своей темной вселенной и, в частности, Мумии с Томом Крузом. Ранее компания уже анонсировала три игры по данной картине — одну для VR, одну для мобилок и одну для PC с консолями. И уже тогда было известно, что даже на мощностях персональных компьютеров Universal не дадут нам насладиться в полном объеме всеми прелестями Софии Бутеллы, потому что каждая ее прелесть будет представлена максимум парой пикселей. Накануне в сети появился тизер-трейлер The Mummy Demastered. Вот так игра и выглядит. Разработкой занимается студия WayForward. Она обещает атмосферный саундтрек в стиле чиптюн, исследование мира, экшон с множеством видов оружия и полсотни спрятанных реликвий. Выпущенная игра будет для Steam, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, цитирую, скоро. Конец цитаты. Раз уж мы заговорили о пикселях, вспомним и об Atari, воспрянувшей недавно ото сна и анонсировавшей консоль собственную — Atari Box. Внезапно всплыли некоторые подробности начинки устройства, как железной, так и программной. В недрах девайса прячется кастомизированный процессор от AMD с графикой Radeon. А работает Atari Box на операционной системе Linux, открытой, как двери кинозала Comic-Con Russia в первом павильоне Крокус Экспо в эту субботу с 11 до 12.30. Ставь лайк, если понял намёк. А раз система открыта, то в ней можно ковыряться, ломая то, что работает, и кастомизируя то, что ещё не доломал до конца. А также на неё можно перетащить игры, приобретённые у сторонних поставщиков. Начинка устройства ААА проекта Ясен Пень не потянет, но какой-нибудь Майнкрафт или Террарию на ней можно будет запустить. В придачу к играм из каталога классики Atari, которые будут в комплекте с самой Atari Box. Помимо прочего, консоль поддерживает потоковые трансляции, дополнительные приложения, интернет-браузер и воспроизведение музяки. Стоить она будет в районе 2,5-3 сотен долларов. В продажу поступит весной следующего года. Американские актёры, причастные к игровой индустрии, перерабатывать не любят. Как и подолгу кричать в микрофон, как и работать за копейки. Наши тоже наверняка не любят, но у наших выбора особого нет. А вот на Западе всякие профсоюзы есть, и даже акции протеста они устраивают в случае чего. 11 месяцев продлилась забастовка актёров одного из этих профсоюзов. А ведь если верить изданию Deadline, услугами конкретно этих лицидеев пользуются примерно 25% видеоигр. Бастовала и Эшли Бёрч, голос Хлои из оригинальной Life is Strange и Элой из Horizon Zero Dawn. Бастовали и Мэтью Мерсер с Эллисон Корт, голоса Леона Кеннеди и Клэр Редфилд из Resident Evil. Кстати, все они, как следствие, вылетели из соответствующих продолжений и ремейков. Ну так вот, забастовка подошла к концу, наши победили. В каком-то смысле. Предварительное соглашение с видеоигровыми компаниями вводит ряд новых условий. Актёры отныне получают бонусные выплаты за сессии озвучивания. Чем больше сессий, тем больше премия. От 75 баксов за первую до 2100 долларов за десяток. Эта система, видимо, появилась взамен первоначального требования бастующих, чтобы денежный бонус им выплачивали за каждые полмиллиона проданных копий игры. Плюс к тому, контракты теперь станут прозрачнее Саши Спилберг. Чтобы избежать озвучивания на ощупь, студия обязана сообщать актёрам кодовое название проекта, принадлежит ли он к новой интеллектуальной собственности, или, если это сиквел, возвращается актёр к своей старой роли или получает другую. И всякая толерастия тоже должна быть доведена до исполнителя. Типа, будет ли персонаж скверно словить, ломать язык об необычную терминологию, порочить честь артиста расистскими или сексистскими высказываниями и так далее. Судя по всему, хэппи-энд. Будем надеяться, что американские актёры довольны результатами своей забастовки и вновь будут выкладываться на максимум. Ну а мы живём в России, и у нас всё по-старому. Наши актёры-дубляжа всё ещё получают за озвучивание игр денег меньше, чем за озвучку рекламы. С – стабильность, М – мотивация делать качественно. С мотивацией посетить сайт StopGame.ru всё хорошо. Там вас ждут свежие рецензии на игры Metroid Samus Returns и Dishonored Death of the Outsider, а также масштабный разбор темы «Правда ли видеоигры делают людей жестокими» от Ивана Лоева. Приятного вам просмотра и прочтения. Тимину Константину приятного празднования своего 17-летия. До встречи на StopGameru. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...